МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Калининградские полицейские не удержались от соблазна легких денег. Макс Барских и группа Серебро. Что еще интересного ждать калининградцам на день города? Три дня, три серьезные аварии. В городе выросло количество ДТП со скутеристами и велосипедистами. Кто виноват и как решить проблему? По школьному двору я еду, а не еду. Водитель калининградского микроавтобуса совсем ничего не боится. В сети активно подписывают петицию за отставку губернатора Калининградской области Антона Алиханова. В понедельник петицию подписало около 2,5 тысяч человек, а уже сегодня их стало 1700. Почему так происходит, попыталась выяснить Екатерина Крейдер. Петиция адресована президенту России Владимиру Путину. В ней говорится, что местные власти довели калининградскую область до ручки. Автор петиции указывает на снижение рождаемости, на сокращение зарплат, а также на массовое закрытие предприятий в городе. Позже всего негатива находится в интернете. Люди пишут большие посты на эту тему, а также не обходятся и без комментариев. Я не доверяю Лиханову за то, что угробил прекрасный город Светлогорск. Исчез пляж, вырубается реликтовый лес под застройку. За преступное отношение к богатствам Калининградской области, за поддержку финансирования проектов, уничтожающих историческое наследие и туристическую привлекательность Янтарного края. За геноцид населения приморских городов и надругательство над природой. Мы решили выйти на улицу и спросить у людей, как они относятся к деятельности Алиханова. Да нормально, молодой, молодец парень, все делает как надо, правильно. Замечаю только, что как-то улучшаете инфраструктуру города и все. Никак, я политикой не интересуюсь. По данным РБК, Антон Алиханов вошел в кремлевский список губернаторов. По уровню доверия у жителей он занимает девятое место. Отставка губернатора волнует не только местных жителей, но и другие политические партии региона. В течение суток убавили, видимо, почистили ботов, почистили, может быть, не настоящих людей. На данный момент, вот когда мы с вами сегодня разговариваем, сегодня у нас 27 июня, тысяча с небольшим, вот сейчас мы посмотрели, тысяча с небольшим. Возможные боты, но я абсолютно уверен, что есть и живые люди. В понедельник, 24 июня, количество подписанных петиций составляло почти 2,5 тысячи. Сейчас же цифра не переступает порог и двух тысяч. Мы попросили областную думу прокомментировать ситуацию с исчезновением голосов. Вот что из этого вышло. Звоните депутатам, узнавайте. Я не знаю, это вообще звоните в прием на Аргеевой. На этом вся цепочка и обрывается. Недовольны деятельностью губернаторов не только в нашей области, но и в других регионах России. Так, например, низкий уровень доверия у глав Ингушетии, Архангельской области и Севастополя. Стоит отметить, что Путин уже назначил замену главы Ингушетии. А возможно ли, что и нашего губернатора возьмут на рассмотрение? Кредель Екатерина, Николай Насань, Служба новостей, Город. Стало известно, кто станет еще одним хедлайнером в День города. Помимо Макса Барских, в Калининград приедет группа «Серебро». Какие еще мероприятия ждут горожан с 5 по 7 июля, расскажем прямо сейчас. В основе концепции праздника Дня города этого года – это тема семьи, повышение ее роли в обществе, желание создать всем нам вместе общий дом, Калининград, сделать его привлекательным и комфортным для жизни. В этом году основным местом проведения будет остров Октябрьский стадион «Калининград». Город будет разделен на несколько зон – детские, спортивные, гастрономические и другие. Праздник нашего города начнется с подарков. 4 июля будут вручать ключи от квартир малоимущим семьям, но на этом все подарки не закончатся. Основные мероприятия начинаются 5 июля. И также с первого большого подарка мы открываем детский садик. Это подарок для наших юных горожан и, конечно, для наших молодых семей. Детский садик будет открыт на улице Багратиона, 135, который распахнет свои двери для 200 малышей. Из них 50 – это дети младше трех лет. Торжественные мероприятия будут проходить не только в центре, но и в микрорайонах нашего города. С 6 до 9 вечера в Чкаловске, Космодемьяновске и Прибрежном также будут концертные программы. Ко дню города будет установлено 7 фотозон. А также поющие фонтаны, детский концерт с участием проекта «Голос дети», латиноамериканские танцы, парашютное авиашоу и даже цирк под открытым небом. А если вы любитель активного отдыха, то спортивный Калининград ждет вас 7 июля возле стадиона «Балтика» с разными спортивными площадками, а именно футбольные турниры, соревнования по хоккею, участие скейтеров, роллеров и других экстремалов. В Кафедральном соборе Калининграда откроется выставка одной картины. Полотно привезут из Третьяковской галереи. Автор работы – русский импрессионист Константин Коровин. Торжественное открытие необычной выставки запланировано на 21 июля. Что еще интересного и важного произошло в области, узнаем из рубрики «Короткой строкой». В Калининградской области из-за аномальной жары грозит неурожай клубники. Калининградские фермеры не смогли довести до прилавков качественную продукцию. К слову, цена за 1 кг ягоды сейчас на рынке колеблется от 230 до 250 рублей. Власти Калининграда предложили на уборку борщевика посылать безработных. Такая мера нужна, чтобы сократить расходы на борьбу с растением и найти людям подработку. Роспотребнадзор заявил, что качество воды в трех водоемах области не соответствует нормам. Это озеро Лангер в Багратионовске и водоем в поселке Железнодорожном. Также небезопасно купаться в районе залива в Пирс, в Мамоново и Бальга. В Калининградской области с начала сезона от укусов клещей пострадало более 700 детей. В половине случаев насекомые присасывались на преддомовых территориях, а четверть покусали в лесу. Калининград вошел в топ городов по числу автомобилей и занял 24-ю строчку рейтинга. В региональном центре зарегистрировано почти 180 тысяч машин. На первом месте рейтинга оказалась Москва, на втором – Санкт-Петербург. Калининградские полицейские украли янтарь общей стоимостью на 14 миллионов рублей. Один из сотрудников ОМВД подговорил еще троих подчиненных и вместе они, пользуясь служебным положением, совершили кражу. Ранее в июле 2017 года полицейские проводили обыск в магазине на улице Черняховского, откуда они изъяли наиболее ценные изделия из янтаря. Чтобы скрыть преступление, полицейские оборвали сигнализацию, нарушили систему видеонаблюдения и не допустили к участию в обыске гендиректора магазина и других сотрудников. Кроме того, злоумышленники в погонах изъяли весь янтарь из магазина на общую сумму свыше 22 миллионов рублей. О себе полицейские присвоили янтаря на сумму 14 миллионов рублей. В результате предприятия было вынуждено прекратить деятельность из-за отсутствия товара. Свою вину полицейские до сих пор не признают. На данный момент ведется следствие, а подозреваемые отстранены от дел. Ленинградский район назван самым криминальным в Калининграде. Об этом сообщил прокурор города Дмитрий Бурко. За пять месяцев этого года было совершено более трех тысяч преступлений. А самые криминальные новости мы узнаем в нашей следующей рубрике «Место происшествия». В Калининграде очередность движения на перегрездке – это беда многих. Вот так и этот водитель решил не уступать и чуть не поцеловал другую машину. Благо, обошлось без ДТП. В Калининграде серийного вора ударило током во время кражи с трансформаторной подстанции. 42-летний мужчина, в прошлом профессиональный электрик, по ночам похищал автоматические выключатели. Общая сумма кражи составляет более одного миллиона рублей. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Полиция разыскивает 36-летнего жителя Советска. Корнеленков Константин Юрьевич подозревается в мошенничестве. Просьба всех, кто обладает какой-либо информацией, сообщить по номеру, указанному на экране. Целая колонна автомобилистов открыли двери из-за жуткой жары. Однако, знают ли они, что это нарушение ПДД? Ведь и, кажется, там пешеход или велосипедист мог бы быть печальный исход. Обошлось без травм. Смотрите во второй части нашего выпуска. Три дня, три серьезные аварии. В городе выросло количество ДТП со скутеристами и велосипедистами. Кто виноват и как решить проблему? По школьному двору я еду, а не иду. Водитель калининградского микроавтобуса совсем ничего не боится. Хозяин, отзовись. Калининградские волонтеры ищут дом для дружелюбной собаки с нелегкой судьбой. Эти и другие новости сразу после короткой рекламы. За эти три дня в Калининграде произошли сразу три ДТП с участием водителей двухколесного транспорта. Сейчас проходят расследования, а тем временем в социальных сетях не угасают жаркие споры на тему, кто прав, а кто виноват. Моя коллега Инга Феронова провела небольшое расследование, чтобы выяснить, а кто же все-таки виноват в авариях с участием велосипедистов и байкеров. Но не все аварии попадают под прицел видеокамер калининградцев. Так, в один из дней Максим Бормин на своем скутере отправился на озеро, но тоже попал в ДТП. Я ехал на озеро, ехал по правой стороне дороги, никого не трогал. Неожиданно из-за кустов выскакивает пешеход. Затормозить я успел, но так как резко затормозил, я, получается, вылетел из своего скутера. Шлем я не надел, потому что было очень жарко. Но, к счастью, голову я не повредил. Я сломал руку. Максим не нарушал правила дорожного движения, ехал, как и положено, в одном потоке с машинами. А вот президент Ассоциации мотоциклистов Калининградской области считает, что на дорогах стало много водителей скутеров и мопедов молодого возраста. Они и нарушают ПДД. Которых, во-первых, маленьким опытом вождения, некоторые не имеют водительского удостоверения вообще. Соответственно, они чаще попадают в ДТП. Но в ГИБДД считают, что чаще участниками аварии становятся не водители мотоциклов или скутеров, а велосипедисты. В последнее время, в весенне-летний период, естественно, на улицах появилось много велосипедистов, любителей мототранспорта, которые зачастую не знают правила дорожного движения и выезжают на проезжую часть. В частности, велосипедисты не знают 24-й раздел правил дорожного движения, не ознакомляются с правилами и выезжают на дорогу. Велосипедистка Алена Серая, она отлично знает правила дорожного движения, ведь она еще и вводит машину. И считает, что Калининград просто не приспособлен для велосипедистов, а велодорожки по пальцам можно пересчитать. Иногда я их нарушаю, честно скажу. Но я беру ответственность на себя. И точно знаю, что я не подвергаю риску в этот момент других участников дорожного движения, потому что их просто нет. Алена знает 24-й раздел правил дорожного движения, а вот знают ли его калининградцы? Это мы сейчас и выясним. Скажите, пожалуйста, а вы знаете 24-й пункт правил дорожного движения? Да. А почему вы сейчас проехали на пешеходном переходе? Спина болит, девушка, ходить не могу. А вот ехать могу. Ну, наверное, нельзя ездить по пешеходному переходу, по зебре. А вы нарушаете? Один нарушил раз и тут же попался. Нет, лично не ознакомлю. А ведь эти правила довольно простые, но ими часто пренебрегают. Как только вы купили велосипед, то автоматически стали участником дорожного движения, и поэтому ездить нужно исключительно по велодорожкам. Ну, а если их нет, то по правой стороне автодороги. Если вам необходимо перейти дорогу, то обязательно нужно спешиться, иначе вы создадите травмоопасную ситуацию. Ну, или получите штраф 800 рублей. А для поездок в вечернее время у вас обязательно должны быть светоотражающие элементы. В любом случае соблюдайте правила дорожного движения и будьте бдительны на дорогах. Инга Феронова, Екатерина Калиниченко, Служба новостей, Город. Калининградский вокзал удвоил продажи билетов благодаря уходу нелегалов. Вокзалу удалось реализовать вдвое больше билетов на междугородние направления. В Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области отметили, что если нелегалы и остались, то это единичные случаи. Реконструкцию улицы Гагарина оценили почти в 125 миллионов рублей. Приведить в порядок данный участок будут за счет городского бюджета. Об этом сообщает пресс-служба администрации Калининграда. Проезжую часть планируется сделать четырехполосной, шириной по 3,5 метров каждая. Ширина тротуаров также увеличится. В Польше от подоходного налога освободили молодых людей до 26 лет. Для тех, кто зарабатывает больше, экономия будет более значительной. Если мы говорим о средней заработной плате, которая составляет почти 5000 злотых, то за год в кошельке останется около 4600 злотых. Можно сказать, что это больше 13-й зарплаты. По данным Росстата, цены производителей на бензин в мае выросли на 17,5%. Причем аналитики уверяют, что рост будет продолжаться. К слову, средняя розничная цена литра бензина в мае составила почти 45 рублей, а дизельного топлива – 46 рублей за литр. Аналитики сообщили о росте стоимости гаражей в городах России на 5%. Теперь цена варьируется с 400 до 250 тысяч рублей в зависимости от региона. В Калининградской области средний ценник составляет 300 рублей. Российский рубль – одна из самых старых национальных валют мира. На американских долларах нельзя изображать людей, а евро занимает первое место в мире по объему наличности. Как вы уже догадались, наша следующая рубрика – курсы валют. Курсы валют на 28 июня. Доллар США – 63 рубля 5 копеек. Евро – 71 рубль 66 копеек. Польский злотый – 16 рублей 91 копейка. В Калининграде есть много центров по защите животных, но есть и простые люди, которые с года в год выхаживают бездомных животных. Одни из таких – две студентки факультета филологии. Давай мне палку брать. Ее зовут Джесса. Эта породистая собака оказалась на улице совсем маленькой. Девочки-волонтеры подобрали ее в одном из соседних дворов. Она скиталась и пугалась всех прохожих. С тех пор Джесса так и осталась жить с волонтерами Мариной и Настей. Девушкам пришлось очень долго выхаживать песика. Вот эта лапка была у Джесса поломана, и нам пришлось очень долго посещать ветеринарную клинику, чтобы у нее все заросло, делать множество уколов, потому что также очень много клещей было на собачке. Анастасия и Марина – обычные студентки, которые неравнодушны к братьям нашим меньшим. Они ищут дом для маленьких бездомных собак, которых бросают на улице. С тех пор мы решили, что вполне под силу немножко сделать наш мир лучше. И мы подбираем таких маленьких собачек, которых оставили хозяева, и пытаемся найти им дом. Девушки занимаются этим уже третий год. За три года они спасли более 15 собак и пристроили их в хорошие руки. После этой новости все садоводы мира выкупят билеты в Японии. Там создали утку-робота, но не летать, не крякать она не может. Зато отлично справляется с сорняками, имеет форму плоского пылесоса. Что хочу, то и ворочу, где хочу, там и еду. Калининградцы не перестают удивлять. То по воде едем, то вот по газону. Да еще и на территории школы. А чем дороги нам уже не угодили? Красота требует жертв, но главное не оказаться жертвой красоты. И девочку можно понять, она хотела стать модной. А вот смех мамы на заднем фоне говорит сам за себя. Ах, эта свадьба пела и упала. В комментариях надеются, что невеста действительно оступилась, а не пыталась сбежать со свадьбы. А тучи, а тучи, а тучи, как самоеды. Ну или наоборот, в комментариях подшучивают, что так делают новые пояса из собачьей шерсти. Если вы боитесь телекамер, то улыбка – это залог успеха раскрепощения. Представляйте себе забавные истории, вспоминайте приятные моменты. А лучше находите корреспондента Первого городского телеканала на Площади Победы и делитесь своими хорошими новостями. Да, вот с мэрией землю мне дали. Да, вот я боролась-боролась, дали. Как это, понимание такое хорошее. Мелочь, но приятно. Вот мы собираемся. А так все прекрасно, хорошо. Прохладно, хорошо на улице. Вчера было очень жарко. Все хорошо. Знаете, как хорошо на пенсии житься? Сын женился в мае. Сегодня, наконец-то, в Калининграде спала жара. Ходить, дышать и жить стало проще. А что ожидает калининградцев завтра, узнаем из прогноза погоды. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. Партнер прогноза погоды. Малооблачно. В Москве плюс 15 градусов, небольшой дождь. Ночью плюс 12, небольшой дождь. Первый. Оптический дискаунтер «Оптик Гуру». Партнер прогноза погоды. На этом все. Если вы стали свидетелями интересных событий, звоните к нам в редакцию по телефону 555-085. В студии был Максим Новиков. До встречи в городе.